Девушки мечтают о принце на коне, они довольно смутно представляют себе, что ехать за ним придется в самую глубинку, а еще особо не рассчитывать на романтику. Это телепроект «Человек в городе». Знакомьтесь, Евгений Погонин. Наверное, примерно так выглядела картинка, когда-то вдохновившая Пушкина. Искрящийся на солнце снег, треск затопленной печи, хоть сейчас седлая бурую кобылку и езжая осматривать просторы. Выбор. Не пей, козленочком станешь. Ну-ка. Наш герой Евгений Погонин из тех отчасти романтичных, отчасти рисковых людей, которые продвигают в массы такой вид отдыха, как агротуризм, когда гости постигают все прелести деревенской жизни. Гости, конечно, ласковые. Гости там какую-нибудь колбаску, сосисочку приносят. Периодически кто-нибудь приезжает в гостевой домик, и Рыжуня, о, пойду-ка я проинспектирую. Папа говорил о том, что людям интересно поехать в деревню, поработать на сенокосе, пройтись с косой, или проехать на конной косилке, конных граблях, или пройтись за плугом, попробовать попахать своими руками. Поверьте, уставшие от городской суеты люди с превеликим удовольствием готовы загнать свои внедорожники поближе к конюшням и променять запах выхлопных газов на сами знаете что. Тут, говорит, весна наступила, ветерок с той стороны подует, и, говорит, лошадками пахнет. Здесь в чем прелесть, то, что здесь на отшибе от села, то есть до ближайших огородов, ну, конечно, лошади все равно осенью добрались до капусты. Ну, вот я пообещал расплатиться навозом, пару тележек навоза в уплату. История Евгения порой удивляет его самого. Всю юность мечтал уехать из деревни в город, а когда, наконец, такая возможность появилась, снова потянуло в глубинку. Иной раз все эти животные там и лошади, это настолько ненавистное было, что думал, ну, когда же, ну, уже сбежать отсюда, ну, все уже, хватит, край. Идея основать свое хозяйство и крестьянствовать когда-то родилась у главы их большого семейства. После совместной практики в Окском заповеднике биологи погонены на несколько лет осели в Красноярском крае. Мама задала только один вопрос такой ключевой. А лошадь купишь? Куплю, сказал папа, и они поехали. Кроме лошадей в их хозяйстве были коровы, телята, свиньи, птица. Благо, помощников хватало – четыре сыночка и лапочка-дочка. Что такое звездные ночи на сеновале, Женя понял лет с одиннадцати. Это был его способ отдыха. Получалось то, что днем периодически мы убираемся на кос, и я с Булакака наблюдаю, как вчера вроде вместе добывали, там где-то зарабатывали на бензин там с товарищем, а сегодня погода хорошая, я на сенокосе, а он катается на мотоцикле, который мы вместе собирали. Кто-то говорит, что это эксплуататорство. У нас даже с братьями очень разные отношения к этому прошлому, к тяжелому физическому труду. Я понимаю, что я получаю кайф от работы, работая физически. И я умею, могу работать, и это мне дали родители. Как и блестящее образование, их сын без труда поступил в Калужский филиал Бамонского университета. И это после обучения в школе едва насчитывающей 11 учеников. Это папа вёл физику-математику, мама – всё остальное. То есть родителям пришлось переквалифицироваться. Ну, во многом ради своих детей, педагогов. И они успевали со всем этим хозяйством ещё преподавать в школе. То, что для большинства кажется тяжким деревенским трудом, Женя с улыбкой называет творчеством. На вес и левады для лошадей гостевой домик – абсолютно всё в его хозяйстве построено своими руками. Дойдёт дело и до ландшафтного дизайна, и до удобной подъездной дороги. Сейчас главное, что лошади успешно перезимовали на новом месте. Я здесь живу. То есть сюда я гостей, можно сказать, не пускаю. Для гостей есть гостевой домик. Это мы построили дом со всеми удобствами. Это уж горячая вода. Ему самому не привыкать к деревенской печке, рукомойнику и воде в ведрах. Как говорится, хочешь стать женой генерала – выходи за лейтенанта. Таким хозяйством о вечерах перед телевизором и воскресном сне до обеда можно забыть. Моя любимица Ванда. С ней я познакомился в Тверской области в 2007 году, когда я приехал туда работать. Как верная подруга, Ванда терпеливо ждала его из армии. И только через три года после знакомства радостно поехала с новым хозяином за 800 километров в Рязанскую глубинку. Ванда – моя любимица. Это вот наш первенец на конюшне. И у Ванды он первенец. И у нас на конюшне до этого же ребята не появлялись. Наглый, попрошайка, жеребец еще. Такой мужик полноценный. Он уверен, не бывает дурных и безумных лошадей. Бывают люди, которым неинтересно находить с животными общий язык. Вот лошади и проверяют своих седоков. А кто-нибудь новенький садится, и она начинает вредничать. Ага, сейчас я проверю, кто там на мне сидит. Особенно вот эта вот вороная вонючка, она очень часто проверяет. Для этих лошадей Евгений Погонин и друг, и доктор, и мастер по педикюру. Местные только удивляются, как молодой человек в одиночку все успевает. При том, что приглядывает еще и за местной территорией. Более шести лет работает в Спасском районе лесником. В общем-то, очень хорошо относятся. То есть говорят, что, ой, ну хорошо, хоть животные какие-то появились в деревне. Время от времени появляются в этих краях и добровольные помощники. Вместо южных курортов выбирающие деревенский воздух и свежие овощи с грядки. Волонтерам в большом хозяйстве рады всегда. Которым интересно почесать лошадку, почистить шерстку. Но сесть, поездить на ней, чтобы мышцы в тонусе были. Лукавить не буду. Эти лошади больше для отдыха. То есть я их полноценно использую в сельском хозяйстве. Это периодически мой основной транспорт. Потому что с дорогами, сами видели, там не всегда у нас хорошо. Особенно, если нужно объезжать вверенную территорию. За одним лесником закреплено порядка 15 квадратных километров. Процентов 30 из которых заболочены. А часть угодий можно осмотреть только на лодке или на буране. Мы помогаем науке. Делаем те же зимние маршрутные учёты. Это берёшь лыжи. И 15-20 километров ты делаешь кольцо по лесу. И записываешь, какие следы были. Водоёмы, дорожки, тропинки животных, просеки. Настоящий лесник должен знать свой обход, как свои пять пальцев. Иногда его даже упрекают в чрезмерной активности. Но, честно говоря, я не планировал здесь оставаться, задерживаться и заниматься здесь. Я думал, я сейчас приду из армии, немножко осмотрюсь, подумаю и куда-нибудь поеду. Потому что предложение о работе с лошадьми есть. В эти края лет 15 назад папа приехал на разведку. Убедиться, что друзья по-прежнему ждут квалифицированных сотрудников, лёгких на подъём. Папа пошутил разочек, что что-то холодно здесь в Сибири стало. Надо бы на запад куда-нибудь перебираться. И эта мысль прям настолько плотно заселилась. Кажется, родители Евгения плотно осели в этих краях. Мама снова работает в местной школе. Папа ушёл в вольные художники, снимает видео о природе. А их трудолюбивый сын поднимает своё подворье. Причём не он выбирает лошадей, а скорее они его. И порода и экстерьер тут вовсе ни при чём. Что Ванда, что Заирка, они такие лошади универсальные. Они ходят и в телеге, в санях, плуг таскают и под верхом. У Заирки ждём прибавления летом. То, что раньше было привилегией аристократов, превращается в новый вид отдыха. Технический прогресс не уменьшает потребность человека в общении с природой и отдыхе на чистом воздухе. Разумеется, конюшни – это не СПА, услуги с комфортом, но для разнообразия как раз то, что надо. Это не мотоцикл, это не велосипед, это не трактор, который поставил в гараж и забыл. Это нужно каждый день, там, три раза в день кормить. Нужно чистить, нужно за копытами следить. Такому капризному механизму запаску не поставишь, но сегодня это самый экологичный вид туризма. Главное – не жалеть силы времени на его процветание, уверен наш герой. Своим детям я бы желал уметь работать руками, физически как-то трудиться. Хотя какие-то перспективы, которых мне не хватало в детстве, какие-то выводы, я, наверное, постараюсь сделать для своих детей. Давайте попробуем. Иногда он грустит от того, что в его жизни не было многочисленных кружков, танцев или занятий фотографией. Но оказывается, что и его нехитрыми, но очень непростыми талантами можно козырнуть. Дело вовсе не в том, насколько далеко расположена тихая деревенька. Главное – какие люди в ней живут и на что они способны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова